С медицинской точки зрения нужно, конечно, очень дифференцированно к этому подойти, потому что все люди с разным запасом здоровья, с разной иммунной системой. И, конечно, нужно, прежде чем решиться на такое мероприятие, все-таки взвесить все за и против, учитывая опыт ковида, который ослабил все-таки в целом иммунную систему, и сезон гриппа, который сейчас идет, конечно, нужно очень аккуратно. Категорически нельзя этим заниматься людям старше 65, я считаю, поскольку есть уже какой-то букет хронических заболеваний, и мы знаем, к чему это может привести. Естественно, исключить из этого списка нужно детей беременных, ну и если разбираться, то я бы не рекомендовала заниматься окунанием в ледяную купель, это людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, какие-то хронические гинекологические заболевания. Это касается и людей с неврологическими нарушениями, склонность к судорожному синдрому, что тоже важно учитывать. А всем здоровым, ну просто рекомендовано готовить себя к этому заранее, раз уж такая у нас традиция, хотя бы за месяц начинать обливание там с прохладной воды. Нужно подготовиться в плане того, что где-то часа за два плотно поесть, потому что это даст дополнительный стимул, дополнительную энергию. Нужно иметь обязательно какую-то удобную обувь, чтобы при выходе тоже не получить травму. Лучше не окунаться с головой, потому что это такое уязвимое место, да, и волосы намокают, это же тоже понятно, что не сразу они и высохнут. Теплое полотенце, теплые какие-то вещи, ну и стакан горячего чая тоже никто не отменял. То есть к здравому смыслу обращаюсь всех наших горожан, праздник праздником, традиция традиции, но нужно думать о своем здоровье прежде всего. Субтитры создавал DimaTorzok